Расплескалась синева. Крылатая пехота в этом году отмечает 88-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. День ВДВ в Иванове начался по традиции с торжественного митинга в сквере десантников. Собрались все, кто связан с крылатой пехотой. Проходил срочную службу или же отдал многие годы жизни десантным войскам. На территории Ивановской области проживает 7525 человек. Ветеранов. Всего вот эти люди, которые непосредственно служили в воздушно-десантных войскам. Офицеры, прапорщики, солдаты. Я пользуюсь моментом, хочу поздравить всех, в первую очередь, десантников и восьмой дивизии военнослужащих. Тех ветеранов, которые когда-то относились к воздушно-десантным войскам. Восьмой годовщиной воздушно-десантных войск. Счастья, здоровья и успехов. В Иванове располагается 89-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Потому гордых носителей голубых беретов в нашем городе в достатке. День ВДВ еще один повод достать старую форму и встретиться со служивцами. Для этих парней десантное братство не пустые слова. Все, конечно, зависит всегда от человека, какой сам по себе человек. Но да, действительно, есть такая статистика, что люди, служившие в ВДВ, они более сплоченней, более коллективней, скажем так. Вот у нас уже дружба, наверное, лет так это 15, не меньше. Да, мы давно дружим. Мы давно дружим, да, вместе в армию призывались, все. Оба ветерана, как вам говорили, уже воевали. День ВДВ – праздник не только для тех, кто служит и служил, но и для тех, кто только собирается посвятить свою жизнь воздушно-десантным войскам. Я готовлюсь стать офицером и служить стране. Вы знаете, это на самом деле не просто профессия, стиль жизни, поэтому... И мне такой стиль жизни нравится. Как говорят сами голубые береты, бывших десантников не бывает. Это стиль жизни. ВДВ – элита вооруженных сил России. Настоящий десантник помнит об этом и никогда не запятнает честь берета. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.